Добрый вечер! Добрый вечер! Воскресение Христова. Христиане готовятся к празднованию Пасхи. Обо всех этих событиях и не только о них прямо сейчас. Современная экономика требует от производителей товаров новых форм и методов работы со своим клиентом и покупателем. С каждым днем появляются новые технологии, которые помогают предприятиям конкурировать между собой. В Брестском регионе уже на протяжении многих лет проходит определение лауреатов конкурса в области качества. В конкурсе традиционно участвуют промышленные предприятия, организации сферы услуг, транспортные отрасли, строительство и энергетики. Выпускаемая ими продукция должна соответствовать необходимым критериям, характеристикам и свойствам, которые нужны современному рынку. Накануне в городе над Бугом состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. 17 апреля прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса в области качества. Глава региона Константин Сумар наградил руководителей ведущих предприятий области. Эффективная работа заводов и фабрик, организаций и объединений является определяющим показателем для современной экономики, которая сегодня выдвигает свои требования к качеству продукции. Это неоднократно подчеркивал в своем обращении к производственной элите руководитель области. Выпуск качественных товаров позволяет повышать их конкурентноспособность, как на отечественном, так и на международном рынке. Немаловажное значение в реализации данного процесса играет модернизация. Она, это неоднократно подчеркивал губернатор, не стоит на месте. По словам Константина Сумара, один бесцельно прожитый день возвращает предприятие на годы назад. Вот такие конкурсы, наоборот, очень много дают, потому что, когда мы вручаем дипломы, исходя из качества той продукции, которую завивали в первые места, это говорит о том, что предприятие очень серьезно модернизируется. Это говорит о том, что предприятия, которые выпускают ту или другую продукцию, они конкурентны и по качеству за пределами республики, и по цене. Вот этот процесс, который мы говорим, одним словом, модернизация, он будет беспрерывным. Сегодня такие условия, такие требования, завтра меняется, во-первых, желание людей, потребность людей, и тогда, конечно же, будет меняться технология. Брестская область в Беларуси – один из ведущих регионов по экспорту. Более четверти от всего объема экспортируемой страной продукции производится в Берестейском крае. Предприятия интенсивно развиваются и постепенно расширяют рынки сбыта. В их числе – открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат». Главной задачей работников мясного сектора является обеспечение качества и безопасности выпускаемой продукции. Система анализа рисков и контроля критических точек, используемая на производстве, признается во всем мире как оптимальная и наиболее эффективная форма контроля безопасности продуктов питания. Новые технологии, на отлично освоенные высококвалифицированными специалистами, сегодня дают свои результаты. С присоединением Кобрина мы начали активный инвест-программу реализовывать на Кобринском мясокомбинате. Запланированы большие строки, там отдельное производство, тоже уникальных видов продукции на Бресте. На Брестской площадке мы заканчиваем строительство. Буквально через два месяца новый цех, следом еще один новый цех – роботизированные склады. Технологии всегда самые современные, новые информационные технологии, аналогов которых в Беларуси еще нет. Качественное сырье в первую очередь как залог успеха, сплоченная команда профессионалов. И все это вместе по крупице дает тот результат, который мы сегодня видим. Еще одним лидером качества, но уже в строительной сфере, стало коммунальное унитарно-производственно-строительное предприятие «Брестжилстрой». Ныне оно представляет собой генподрядную строительную фирму, обладающую всеми признаками компактного объединения. В сфере жилищного строительства предприятие является многопрофильным и универсальным, выполняющим практически все виды строительно-монтажных и отделочных работ. Главная цель этого трудового коллектива – сделать квадратные метры более дешевыми и доступными для рядового гражданина. Сегодня мы вышли на строительство новых добротных домов, думаем больше о стоимости строительства жилья, потому что это сегодня программа номер один, чтобы оно было добротно, доступно для людей. Поэтому это самая главная цель нашего предприятия. Премия Брестского областного исполнительного комитета за достижения в области качества, как и премия правительства, присуждается ежегодно на конкурсной основе за высокие результаты в области качества выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, и использования при этом высокоэффективных методов и технологий. Награды нашли своих обладателей. Они стали не только итогом плодотворной и интенсивной работы, но и стимулом для дальнейшего развития производств. Когда мы говорим о качестве, о востребованности товара, о конкурентоспособности, значит, это говорит о том, что мы этот товар выпускаем с наименьшими затратами и сдержками, и получаем здесь более эффективность, больше рентабельность, а в конечном итоге и чистая прибыль. Поэтому оно очень связано все. И без этого невозможно продвигать, например, или говорить об укреплении экономики, а говорить об эффективности экономики. Лучшие предприятия были отмечены главными областными и республиканскими наградами. Однако секретами своих производственных успехов победители во всеуслышание делиться не спешат. Но в закулисье признаются, что только большим трудом всего коллектива достигаются поставленные цели. Любой конкурс, он чему-то обязан. Раз мы подали заявку, мы стараемся подтянуться. Все люди настроены на то, что подтянуться. Это по санитры, это по культуре, по новым видам, по всем предприятиям. Каждый год мы всегда принимаем участие. Достигается, прежде всего, это трудом. Это опыт, старые традиции, плюс новое современное оборудование, плюс желание работать на результат. Не зря именно слога нашего предприятия. Всегда только лучше. И мы стремимся только к лучшему. Анастасия Ноздринплотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Выездное заседание рабочей группы по изучению проблемных вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве состоялось 14 апреля в городе Малорита. Рабочая группа во главе с председателем Комитета государственного контроля Белоруссии Александром Якобсоном на примере объектов ЖКХ районного центра ознакомилась с особенностями их функционирования, а также с первыми итогами ликвидации перекрестного субсидирования на Брещене. Виктория Дроговецкая расскажет о плюсах экономического эксперимента, а также об основных проблемах и успехах в сфере ЖКХ региона. Жилищно-коммунальное хозяйство Брестской области лидер в республике по многим показателям. А потому руководителям отрасли есть что показать, гостям на что посмотреть. Поэтому начали выездное заседание не с критики, а с экономически успешных примеров. В этот список вошла котельная номер один с автоматизированной подачей топлива. На объекте работают всего два человека, что в итоге заметно сокращает расходы и делает возможным дальнейшую оптимизацию системы водоснабжения. Благодаря этой котельной мы снизили потребление газа на 20%. Раньше отопление, горячую воду городу Малорита давало котельная на работающее топливо газ. И еще отопление, горячую воду давали три котельные малые. Вот эти три котельные были ликвидированы, вместо них работает одна котельная. Наряду с положительными моментами в работе ЖКХ обрезкой области есть и отрицательные. И, по словам специалистов, они характерны для всех регионов страны. Состояние жилищного фонда, которое явно оставляет желать лучшего, необоснованно большой штат сотрудников. Сегодня эти и другие проблемы требуют решения. Прежде это структура управления организациями. Она даже в пределах нашего региона неоднородна, то есть где-то не в полной мере соответствует законодательству и требует определенной оптимизации. Есть предприятия, которые дублируют функции друг друга и тем самым где-то это влечет в необоснованное расходование бюджетных средств. Есть определенные несоответствия в системе нормирования как численности, так и объема выполнения их работ предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Кроме проблем и достижений в сфере ЖКХ обрезкой области, особое внимание рабочая группа уделила первым итогам экономического эксперимента на Брещене, а именно ликвидации перекрестного субсидирования. Новый тариф был призван снять экономически необоснованную нагрузку с предприятий, тем самым облегчить им жизнь и сделать конкурентоспособными. Вместо перекрестного субсидирования пришли плановые расчетные цены, а разница теперь оплачивается не за счет предприятий, а из областного бюджета. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства продают населению воду, утилизируют мусор, тепло и другие коммунальные услуги. При этом население платит тарифы, которые утверждены правительством. Разницу доплачивает сегодня бюджет. Если мы снижаем при этом себестоимость той или иной услуги, то вся экономия средств остается в распоряжении предприятия ЖКХ. И таким образом появляется экономическая заинтересованность предприятий ЖКХ в эффективном хозяйствовании, то есть снижать затраты, снижать себестоимость. Итоги эксперимента за первый квартал говорят о том, что коммунальники предприятия обречены на правильном пути. Положительным примером отказа от перекрестного субсидирования является опыт совместного предприятия «Санта-Бремор». Ликвидация экономической нагрузки позволила компании пустить деньги на модернизацию производства, а также на материальное стимулирование своих работников. Более прозрачное формирование себестоимости выпусками продукции за счет снижения тарифов по отводу воды и по ее подаче Брестским водоканалам позволило снизить уже в первом квартале текущего года затраты предприятия операционной, связанной с выпуском продукции, примерно на 150 тысяч долларов США эквиваленте. Более того, ожидание по этому году, если сохранится действующая система ценообразования по данным услугам, которые оказывает система водоканал, приблизится примерно на уровне 1,2 млн долларов США. Возникает резонный вопрос, а есть ли минусы и переходы на новый тариф? Единственной ложкой дегтя стала некоторая неготовность областного бюджета к сегодняшним реалиям. Задолженность появилась, но к маю текущего года ее планируют погасить. В целом эксперимент можно назвать удачным, поэтому не исключено, что эта схема работы уже в будущем году распространится на все регионы страны. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Им аплодировала Москва. Им кричали «Браво!» собравшиеся на 9-м международном фестивале детского творчества «Московская весна» участники и гости этого форума. В подтверждение грандиозного выступления привезены из златоглавого стольного града награды дипломы 1-й и 2-й степени гран-при за презентацию о дружбе «Беларусь-Москва». Вдвойне приятно, что все это произошло в год культуры в России и в год гостеприимства в Синекой. Как здорово, что все мы собрались в Москве, говорят учащиеся средней школы номер 20 города Бреста. Это они – творческие, хореографические и драматические коллективы, в составе которых в этот раз были только заводные и талантливые девчонки. Привезли вышеназванные дипломы и призы. А еще массу новых впечатлений и огромное желание вновь приехать в столицу Российской Федерации и покорить ее. Сегодня девчонки с ностальгией вспоминают о днях, проведенных в Москве. Чудесная неделя закончилась довольно быстро. Но сколько за это время увидели нового, интересного. Поклонная гора, Красная площадь и Кремль, Третьяковская галерея, Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище, где похоронены самые известные люди России, экскурсии по вечерней Москве. А сколь запоминающимися стали выступления свои и других конкурсантов. Впечатления потрясающие. Рассказывают о них только в превосходной степени. Мы были на Красной площади, в Кремле, в Новодевичьем монастыре, на Новодевичьем кладбище, гуляли по Арбату. Также мы посетили Третьяковскую галерею. Но я думаю, мне больше всего понравилось в Кремле, так как я первый раз за три года туда попала. Там было интересно, хотя хотелось, чтобы мы там больше времени провели. Когда побывала, я действительно узнала, что это город, там где замечательная красота, природа, там есть, кстати, природа тоже, деревьев много и достопримечательностей много. И всего там, там все очень замечательно и чисто. Чисто? Дружба 20-й школы города над Бугом и Московской 384-й продолжается в течение семи лет. За это время и брещане неоднократно посещали столицу российского государства, и москвичи изучили весьма неплохо наш родной город. Сотрудничество двух школ – это очень важно. И все-таки это вторично. Первично – Москва. Встреча с Москвой. Когда показываешь ученикам и учителям столько, сколько у нас получилось показать, это приносит огромную радость и им, и радуешься сам. Встреча с Новодевичьим монастырем, Новодевичье кладбище, Третьяковская галерея, Арбат, соборы Кремля. Все это вдохновило нас. Как тут не вспомнить классика. Князь Ведович и сказали, что красота мир спасет. Какая красота, князь? Так хочется сказать, вот эта красота мир спасет. И это понимают и дети учителя. Из школы нашей более 150 человек уже такие встречи с Москвой получили. Да, по-доброму можно позавидовать тем 150 учащимся. Они не только увидели Москву, они ее покоряли и покорили уже неоднократно. И в этот раз на 9-м международном фестивале детского творчества «Московская весна» они были одними из лучших. Два диплома и гран-при завоевать совсем непросто. В номинации театра представляли сцены из «Молодой гвардии». Эмоциональности нашим девчонкам не занимать. На глазах у артисток слезы, в зрительном зале полная тишина. Репетировали по дороге даже в поезде, естественно. В дороге времени не царяли. Мы пели по дороге. Они репетировали «Молодую гвардию» свою по дороге. Выступление их было эмоциональным. Конечно, «Молодая гвардия», когда зал слушал молча, не было ни единого звука в этот момент. Молодцы девчонки. Они выступили, безусловно, очень хорошо. И недостойны тех наград, которые они получили. Волновались, переживали. Но все получилось, все получилось так, как мы хотели. На мой взгляд, мы выступили достойно. Потому что показали нашу Беларусь с лучшей, с хорошей стороны. Наверное, Брест. Да, Брест, Беларусь. Нашу 20-ю школу показали с самой лучшей стороны. Когда мы выступали... Ну, вот я, например, была Любовь Шевцовой. Я просто пережила, можно сказать, все то, что она делала. И это было действительно сложно сыграть. И долго очень готовилась. Не плакала, когда читала вообще? Нет, не плакала, но было тяжело. Хотелось. Потому что, ну, это такая героиня, которая всегда всех поддерживала в трудную минуту. Хотя, ну, на душе у нее было тяжело очень. Чего хочется еще? Хочется еще раз приехать со всеми первыми местами. Потому что были вторые места. Еще раз доказать то, что Беларусь лучшая. Желание показать свой коллектив еще раз, а быть может и не раз, у каждой артистки было, есть и будет. А потому на сцене отдавались целиком. В танцевальной номинации лучше. Композиция о нашем городе Бресте. И цыганочка вне всяких похвал. Зал скандировал. Браво! Мы очень долго тренировались. Последний танец про Брест мы, можно сказать, сделали за неделю. Вообще, мы не могли долго придумать, но потом все-таки придумали уже. И собрались, и сделали. Мы привезли замечательный кубок. Это награда за наш театральный коллектив, за выступление нашего театрального коллектива. И за выступление прекрасного номера наших девочек. А какого номера? Хореографического номера. Они танцевали два прекрасных танца. Один про Брест, а второй цыганский танец. Они танцевали их просто замечательно. У нас просто не было слов. И тоже сценку мы сыграли. Я считаю, что это было одно из лучших наших выступлений. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, говорят артистки 20-й школы, вспоминая о поездке в Москву. Ведь они получили признание своего таланта, таланта юного, чистого и искреннего. И можно смело утверждать, они покорили зрителей и жюри 9-го международного фестиваля детского творчества «Московская весна». Подтверждение тому дипломы. Диплом первой степени, диплом второй степени. Гран-при за презентацию о дружбе с Москвой. Беларусь-Москва. Мы показали не только 20-ю школу. Мы показали Брест, мы показали Беларусь. Мы достойно выступили. Москва нам аплодировала. Фестиваль «Московская весна-2014» состоялся, и мы себя показали только с лучшей стороны. А дальше продолжим? На будущий год нас уже пригласили на юбилейный 10-й фестиваль. И уже у всех и желание, и возможность осуществить задуманное. Мы обязательно поедем с большой программой. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Отмечается праздник с далекого 1984 года с целью привлечения внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В этот день во всем мире проводятся всевозможные научно-исторические форумы и круглые столы. А закрытые экспозиции становятся доступными для обозрения. Берестейский край имеет богатую и необычную историю. О ней сегодня рассказывают уникальные в своем роде парки и скверы, руины замков и дворцов. В один из них заглянула и наша съемочная группа. Недалеко от Бреста, вдали от суеты и людских глаз, в деревне Скоки находится знаменитая во всем мире усадьба знатного белорусского рода Немцевичей. Музей пока создается, идет обустройство выставочных залов и подбор необходимых экспонатов. Это одно из немногих уцелевших зданий с конца XVIII века, поскольку во многом благодаря тому, что перед Первой мировой войной Николай I эвакуировал отсюда все население. Как вы знаете, город Брест был практически полностью сожжен. Очень мало осталось именно цивильных, гражданских зданий нетронутых. И, наверное, благодаря этому и принц Баварский сюда в ходе Первой мировой войны заселился. Пока для обозрения посетителей открыты только три зала. Однако они уже удивляют своим необычным форматом. А теперь, господа, добро пожаловать на нашу выставку. Время здесь как будто остановилось. В залах неспешно решают серьезные вопросы военнослужащие времен Первой мировой войны. С портретов на действия смотрят известные белорусские деятели. Обстановка спокойствия и умиротворения чувствуется во всем. И только старинные часы, которые ведут отсчет времени 240 лет, помогают ориентироваться в происходящем. Ведущей экспозицией в усадьбе Немцевичей сегодня является выставка, посвященная Первой мировой войне. Здесь нет никаких муляжей. Предметы и орудия исключительно оригинальные. И все экспонаты имеют свою удивительную историю. О каждом организаторы выставки могут рассказывать долго и увлеченно. Экспозиция удивляет своим многообразием. Предметы для нее собирались более 10 лет. Одни были приобретены на интернет-аукционах, другие принадлежали друзьям и знакомым. Данная коллекция собиралась на протяжении более 10 лет. В основном, скажем так, спасибо интернету, спасибо аукционам. То есть мы имеем сейчас возможность покупать и за рубежа предметы, обмениваться с другими коллекционерами по городам Беларуси, Украины, России. То есть искать себе то, чего не хватает в коллекции. На выставке можно увидеть фотоаппарат Кода, к которому более 100 лет продукты питания, удивительно напоминающие названиями, те, что продаются в наше время. Под звуки популярных мелодий времен Первой мировой в выставочном зале можно познакомиться и с предметами солдатского и гражданского быта. Форма, часы, документы и личные вещи. В усадьбе воссоздан даже образ настоящего военного блиндажа времен Первой мировой. В нем все подобрано буквально до мелочей, начиная с места для отдыха и заканчивая приборами обихода. О том, какие еще залы появятся в обновленной усадьбе, организаторы пока не говорят. Однако можно с уверенностью сказать, что новые экспозиции будут не менее интересны, чем уже существующие, и будут привлекать к себе еще большее количество туристов. Сегодня православные всего мира еще на день приблизились к одному из главных праздников в календаре каждого верующего к Святой Пасхе. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлое облачение священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход. Все это притворится в жизнь уже в ночь с 19 на 20 апреля. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. Воскресенье Христово – это основа и венец нашей веры. Это первая и самая великая истина. Велик день – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Его ждут, к нему готовятся. Пасха – это время покоя и ожидания пасхальных торжеств. Светлое Христово Воскресенье или Пасха – самый большой христианский праздник, знаменующий победу над смертью и грехами всего человечества. Для каждого из нас он ассоциируется с чем-то добрым и светлым, искренним и чистым. В этот день наши души и сердца открыты для радости и счастья, мира и обновления. Светлый праздник. Готовимся, любим очень Пасху. Всегда ходим в церковь, квартиру убираем. Этот светлый праздник – это праздник очищения, духовного возрождения, что немаловажно, особенно в нынешнее время, когда люди очень много внимания уделяют насущному финансам, работе, и очень мало задумываются порой о духовном. Праздник, конечно, очень светлый, такой духовный. Те люди, которые постятся, которые придерживаются всем церковным и праздникам, и канонам, для них это вообще самое, наверное, главное – Рождество и Пасха. Великий, самый главный, что Христос воскрес. Все говорят, Христос воскрес воистину, воскрес друг другу в этот день. В преддверии праздника в Свято-Симеоновском кафедральном соборе особенно многолюдно. Прихожане не только из ближайших, но и из других районов города спешат в храм, чтобы осветить главные угощения в светлый праздник – пасхальные куличи и разноцветные яйца. Именно они символизируют зарождение новой жизни и тот ответственный шаг, на который во имя спасения человечества пошел Иисус. В преддверии праздника православные брещания желают друг другу всего самого наилучшего, главное – мира в душе. Любить друг друга, не ссориться, в этот праздник тем более. Ну и, наверное, всего самого лучшего. Во-первых, это приближение весны, это как начало нового, ну что ли, вот следующего года, не Новый год, а вот именно как начало нового года, наступающего с весной. Надежда большая, ну здоровья, конечно, всем хочется, благополучия, чтобы мир у нас был, ну и всего-всего, и чтобы Бог не оставлял нас, всегда был с нами. Люди разного вероисповедания и национальности во все времена считали Пасху важнейшим событием в религиозной и духовной жизни каждого верующего человека. Этот день называли Днем Воскресения и Возрождения Духа. Именно поэтому празднованию Пасхи уделяют такое огромное значение. Добрые дела, сделанные в светлое Христово Воскресение, помогают очиститься от грехов. Пасха – это праздник, объединяющий не только семью, но и весь православный народ. Это день, когда торжествуют надежда, вера и любовь. С Днем Святого Воскресения люди связывают огромное количество обрядов и традиций, преданий и сказаний. Издавна считалось, что на Пасху открываются небеса, поэтому любое загаданное в этот день желание обязательно сбывается. Незамужние девушки просили красивых и статных женихов, больные молили о здравии, бедные – о достатке. Возможно, именно ваше желание, загаданное в этот чудесный день, в этом году обязательно сбудется. Анастасия Назрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. С чувством глубокой радости и от всего сердца коллектив информационных программ телекомпании «Бук-ТВ» поздравляет всех берестейцев со светлым Христовым воскресением Пасхой Господней. Пускай пасхальное торжество достанутся всем вам крупинки света, радости и восторга. И пусть они сопровождают вас всю жизнь, охраняя от злобы, зависти и недоброго слова. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Бук-ТВ.Бай Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании Бук-ТВ.Бай Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире! 20-21 апреля погода в Беларуси обусловит область повышенного атмосферного давления. И только на Брещене скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается теплая погода с уютным весенним воздухом. Но комфортности праздничных дней немного помешают дожди различной интенсивности. Синоптики прогнозируют 60-процентную вероятность грозы и в воскресный день, и в понедельник. Температура воздуха 20 апреля ночью составит 10-12 градусов со знаком «плюс» до 16 и выше нуля днем. На 1 градус теплее будет в понедельник 13 в ночные часы и до плюс 17 в течение дня. Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин